Приветствую вас, мои строительные друзья, мои коллеги. Поздравляю вас со всеми прошедшими праздниками и наступающими. Началось все с чего. Мой товарищ подарил мне вот такой ножик. Классный нож. В тайге мне прям выручает, острый, как не знаю что. Он уже точенный, но до этого он был прям блестящий, видно себя в нем. Я в отражении. Я у него спрашиваю, как ты это сделал? Он говорит, это гальваника, которую я сделал сам. Ну, типа гальваники. Я говорю, ну это же невозможно, это же надо специальные химические составы и так далее. А у меня в голове уже была эта мысль о том, чтобы сделать... Ну, у каждого блогера начинающего есть своя кнопка ютуба, а мы уже подходим к 500 подписчиков. И у меня появилась мысль сделать эту кнопку. Но так как строитель, я ее заливать из бетона или как-то там, как ее делать, из гипса. Много разных вариантов. Мне захотелось сделать ее из металла, как она и должна быть серебряная. Ну, типа железо, сталь, сталь. Но как сделать ее блестящей, я ума не приложу и не знал. Я думал, может быть, покрасить ее серебряной краской этой. Но это все равно не даст тот эффект. Она будет, как моя машина, просто серебряная, цвет посеребленный. Я хотел прям гальванику блестящую. И тут вот про этот нож я вспомнил, посмотрел, позвонил ему, говорю, как? Это, говорит, секрет фирмы. Ну, я тебе немножко расскажу. Это все происходит методом монотонного шлифования. Вот. Потом я позвонил еще товарищу с оборонки. Говорю, друг, скажи, как мы... У нас же есть, раньше были на производстве гальваника. Он говорит, но она не такая гальваника, как ты ее предполагаешь. Для того, чтобы добиться вот этого блестящего цвета, это происходит ряд манипуляций. Вот как раз вот эти шлифования, они и есть. Тогда я начал искать в интернете никакой информации по поводу шлифования. Есть только просто, как зашлифовать металл по гальванике, ничего. Короче, в итоге я принял такое решение. Я взял четыре разных вида наждачной бумаги, кругов простой бумаги для ручной шлифовки и круги для шлифмашины. Нашел в городе компанию, которая занимается армейской формой. Но это не военторг, это частники. И у них купил пасту ГОИ. Это уже для финальной шлифовки. В общем, вот такими путями я пошел. И, собственно говоря, сейчас вы увидите, к чему это все пришло. Вперед! У меня здесь на стройке была пластина, по-моему, миллиметров пять или шесть толщиной. Из нее я хочу вырезать саму кнопку. Потом ее натереть, и она будет у нас как будто серебряная. Так, он где-то здесь. О! Вот она, родная пластиночка. Она и будет у нас кнопочкой. Она где-то, наверное, пятерочка и есть пять миллиметров. В принципе, нам будет достаточно. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Как мы знаем, на сегодняшний день выпустили уже вторую кнопку. То есть, раньше она была в черной рамке, а сейчас она серебряная. Короче, и как я решил, черную рамку я сделаю для себя. Она останется у меня дома. А вторая кнопка, которая будет серебристая, я ее сделаю для подписчиков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть, она будет с таким умыслом, что в дальнейшем, когда подписчиков появится больше, чем сейчас, сейчас у нас на канале что-то в районе 400, вот, когда их станет больше, я думаю, их станет больше, но мы все-таки снимаем интересный контент, а сейчас летом он будет еще интереснее. Поэтому эту кнопку я разыграю вместе с бочонком меда. Так как я пчеловод и занимаюсь медом уже около 10 лет, это не реклама. Я даже не буду говорить вам, какой у меня сайт, но если вы захотите об этом узнать, я, конечно же, вам потом расскажу. Просто не хочу, чтобы это выглядело рекламой. Не люблю рекламировать свой продукт, потому что я думаю, что он не нуждается в рекламе. Не об этом. И я хочу разыграть его с таким подарочком, но я думаю, что мы это сделаем там на тысячу или на пять тысяч подписчиков, то есть вот где-то к этому числу. И эта кнопка, она уйдет. Потому что тысяча подписчиков я еще, по сути, не канал, да? Пять тысяч подписчиков, это уже, я считаю, что, ну, какое-то имя там уже немножко вырисовываться начинает, и людям будет хотя бы приятно уже эту кнопку иметь дома. А так, кто, откуда она, кто ты такой? То есть она ценности не будет иметь, да? А так она хотя бы дома у кого-то и будет знать, ну, человек будет там знать, что он отмечен. Короче, это тщеславие, я знаю, друзья. Ну, блин, ну, 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 немножко-то можно, немножко можно. А сейчас мы будем делать эту кнопку, и я вам покажу, как я ее буду делать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, ну что мы по итогу с вами имеем? Это две вот такие кнопочки замечательные. Эту кнопку я подарю, скорее всего, нашему самому лучшему подписчику. Здесь так, в принципе, и написано. Кнопка сделана для самого лучшего подписчика. Ну, я не знаю, мы разыграем ее когда-нибудь? Я думаю, что, может быть, тысяч, на тысячу подписчиков или там. Ну, это мы решим, да, с вами вместе. В комментариях пишите ваши предложения, идеи. Ну, я думаю, это прикольная штучка такая. Она дополнит ваш какой-нибудь там, ну, интерьер, я не знаю. Ну, в принципе, в гараже повесите, да, если что. Вот эта кнопка, я сегодня ее только закончил, и мне она нравится. Честно говоря, вес у нее прям такой, знаете, солидный. Получилось, ну, я думаю, что здесь килограммов шесть, наверное, потому что рамка выполнена из цельного металла. На этой рамке я изучал тему гальваники. То есть, я хотел понять вообще этот метод гальванирования, или как это происходит вообще, откуда происходит этот блестящий металл. Это просто сделано из цельного куска железа с использованием различных наждачек, различных паст. Все это заполировано, и, в принципе, я думал, что мне отполировать, что сделать. Ножи неинтересно, тем более они у меня все такие классные. Тут у меня мысль родилась, а ребята же все делают кнопку. Чаще всего она получается какая-то непохожая. Здесь, мне кажется, конечно, проиграна в чем. Рамка сильно толстая, да, я думаю, что надо было чуть поменьше сделать ее миллиметра на три. Кстати, да, вы сейчас увидели 100 тысяч подписчиков. Друзья, прочитайте, пожалуйста, внимательней текст изначально. Рамка сделана для мотивации, для набора канала 100 тысяч подписчиков. То есть, это мотиватор, это ни в коем случае никакая там выпендрежная кнопка. Это просто мотиватор, это не заслуга. Чаще кто делает кнопки, им потом в комментариях пишут, а ты сам себе медаль подарил. Это некрасиво, это нехорошо, братан. Так не делай. Поэтому сразу говорю, друзья, это не медаль. Для того, чтобы канал развивался, нужно очень много контента. Это очень серьезный труд. И руки периодически у многих блогеров опускались. Я это знаю, потому что общаюсь со многими ребятами. И у некоторых даже вставал вопрос, может быть, уже завязывать, снимать канал, вообще закрывать его. Потому что он особо ничего не приносит. Только нелестные комментарии и так далее. И те, кто продолжил, все-таки молодцы. Потому что они добились успехов. Поэтому такой мотиватор, я думаю, будет висеть на стенке, когда у меня руки опустятся когда-нибудь, не дай бог. Я буду проходить так и... А, дружище, ты же поставил себе цель. Вот она, цель. Набери 100 тысяч подписчиков. Развивай свой канал. Короче, мне она нравится. Я думаю, она получилась прикольная. Сейчас она будет занимать главное место в моей гостиной. А потом я, наверное, ее, ну, надеюсь, поставлю рядом с настоящей кнопкой YouTube. Когда я ее заработаю. Когда-нибудь. Благодаря, конечно же, вашей поддержке и своему стремлению. Ну, про эту кнопку я уже сказал. Она такая прикольная получилась. Она, кстати, намного легче. Потому что она сделана просто из пластика. Я тут интегрировал такую интересную системку на трех батарейках. Они вот тут находятся внизу. А тут даже открывашечка есть такая. Можно открыть, там батарейки заменить. Так выключается, короче, так включается. И, кстати, ночью так прикольненько светится. Я пробовал все это включать. Мне понравилось. Вот здесь написано, что это сделал Денис Жарков для тебя, лучший подписчик. Или для своего лучшего подписчика. Ну, а на этом я с вами прощаюсь, друзья. До новых встреч. Если вы поставите палец вверх, подпишитесь на канал и нажмете колокольчик, то к вам будет приходить самое свежее видео, которое я, собственно говоря, выкладываю. Давайте, друзья, удачи. Рад был вас всех видеть. Пока. 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 Пока.